Есть в нашей жизни события, комментировать которые так же бессмысленно, как стихи Есенина, закат солнца или морской прибой. Нужно просто осознать, так вершится история. В последней декаде сентября состоялось официальное открытие сквера имени легендарного конструктора и оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. Этот день, которого мы долго ждали и для которого много сделали, накануне столетнего юбилея Михаила Тимофеевича Калашникова, мы открываем новый городской сквер, который носит его имя. Новый сквер был построен общими усилиями. В процессе его создания участвовали руководство и подразделения ЖГТУ, представители бизнеса и городской муниципалитет Ижевска. Я просто за эту историю видел, как она менялась, как она создавалась. И то, что сегодня произошло, это просто небо и земля. И спасибо, что у вас появился такой хозяин. Вернее, у нас появился в городе, в республике. И в университете точно. Им просто повезло. Истинно ради заметим, что поначалу затею ректора многие называли авантюрой. Провести реконструкцию кампуса за один летний сезон немыслимо. Это авантюра вдвойне, потому что благоустройством студгородка не занимались более 30 лет и асфальт на территории. Заплата на заплате. Это была авантюра втройне, потому что в небесной канцелярии постановили, что этому лету положено быть холодным и дождливым. Но решение было принято и работы начались. Данная работа – это комплекс работ под общим названием и под общим проектом. Это сквер имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Это официально зарегистрированный сквер. То есть есть постановление правительства администрации города как раз о присвоении имени сквера имени МТ Калашникова. И все эти работы проводятся в рамках как раз этого проекта. Очень замечательное перевоплощение этой площади. Я ее помню еще в тех давних советских временах, можно так сказать. На сегодняшний день ее просто не узнать. Конечно, огромное… Ну, спасибо всему, кому это сделали. Огромное впечатление. А теперь немного статистики. Сквер имени Калашникова – это 25 тысяч квадратных метров благоустроенной территории. Новые пешеходные велодорожки, газоны, новые парковки на 200 машиномест, в том числе эко-стоянка. Безусловно, мы заметили перемены к лучшему. Я вижу сквер, который строится, я вижу здания отремонтированные. Мы еще в втором корпусе учились, на Максима Гыркова, а потом уже в третьем корпусе, который вот, что называется, сейчас уже самый старый, наверное. Я считаю, что есть подвижки, особенно вот после 90-х годов. Сейчас как-то это дело все обновляется и становится, в порядок приводится. Общий объем затрат на выполнение строительно-монтажных работ превысил 45 миллионов рублей. Большую часть расходов взял на себя ИЖГТУ. Помимо ВУЗа, работы по благоустройству сквера велись и за счет средств городского бюджета. То, что я вижу, это, конечно, впечатляет. Надо признать, что ректорат и все, кто принимал участие в благоустройстве всей территории, они провели, конечно, огромную работу. Я понимаю, что, видимо, главная проблема была – это изыскание финансовых ресурсов. Но раз мы эту красоту видим, видимо, эта проблема решена. Молодцы. Установлено более 100 уличных светодиодных фонарей. Поставлено около 50 парковых скамей, в том числе и с подогревом. Положены курчатовские или правильные тропинки. Трижды герой социалистического труда Академик Курчатов, став во главе института, впоследствии получившего название Института атомной энергии, решил проблему хождения по газонам и всех удивил изящностью решения. Он распорядился не асфальтировать дорожки на прилегающей к институту территории, а дождаться, пока сотрудники института сами протопчат тропинки там, где им удобнее всего ходить. А потом, конечно, заасфальтировал. Как говорят, театр начинается с вешалки. А если территория, где столько студентов учится, не прибрана, то, конечно, и учиться нет настроения. А сегодня я просто потрясен даже. Столько лет ничего не делали, и вдруг такое преобразование территории. Причем все это сделано со вкусом и, главное, с инженерной точки зрения правильно. Уже сегодня сквер пользуется популярностью не только среди преподавателей и студентов, но и жителей микрорайона. Масштабность, широта, полет архитектурные мысли. Вот это, наверное, те эпитеты, которые соответствуют именно тому состоянию, в котором сейчас приведена эта территория. И то, что это стало сквером для альма-матера, я даже называл бы это неким кампусом, потому что сюда будут стекаться студенты, конечно, в первую очередь, ИЖГТУ. Но уверен, другие вузы, которые будут завидовать, что у ИЖГТУ появился такой замечательный сквер, здесь тоже будут проводить свое время. На открытии сквера ректор университета передал символический ключ студентам ИЖГТУ. И сегодня он может с полным основанием сказать «Я сделал все, что мог, а вот теперь пусть кто может, сделает лучше». Я, наверное, пошел на выборы ректором немного поработать, чтобы университет преобразить, потому что мне самому, как сотруднику университета, как преподавателю, как заведующему кафедрой, было некомфортно в некомфортных условиях. Поэтому мы и делаем сегодня вот это дело. Я считаю, что мы это делаем и выполняем благоустройство университета не для Грахова, не для какого-то еще. Мы выполняем для студентов, для нашего будущего, потому что культура университета, вот та среда, в которой воспитывается будущий командир производства, будущий инженер, она формируется здесь у нас. И не показать его на примере делом реальным, конкретным, и вот этим результатом это абсолютно неправильно. Поэтому мы делаем сквер Калашникова, мы его сделаем и будем продолжать переводить весь университет в порядок в соответствии с тем вызовом времени, который сегодня есть. А вызов времени один. Мы должны быть лучшими среди лучших. Другого нам не дано.